Ох, и нравится, что ты меня и не снял! Ладно тебе, ты! А что вас не снишь? Народный театр в Артёме стал не просто площадкой самодеятельных актёров, но и социальным проектом по созданию комфортной творческой среды в городе. Сейчас в театре полным ходом, три раза в неделю, идут репетиции, готовятся декорации и костюмы для дебютного спектакля, премьера которого должна состояться в мае. Большинство творческих и финансовых вопросов взял на себя Краевой театр имени Горького и лично художественный руководитель Ефим Звенятский. Мы сегодня создаём театр, который не будет зарабатывать. Он просто будет одаривать своими возможностями, своим тем или иным дарованием людей в зрительном зале. В этом его секрет, что сюда могут приходить работы на разных профессиях, на разных работах, имя разные профессии, они могут здесь аккумулировать своё желание вдруг предстать перед зрителем. Вне всякого сомнения, Артём заинтересован в творческом развитии, поэтому идею создания театра сразу же поддержал глава города Вячеслав Квон. Этого не было в Артёме. И всячески мы готовы сегодня способствовать нам, чтобы театр наш народный состоялся, чтобы наши артёмовцы могли как реализовывать себя, так и больше приходить на спектакли. Наверное, это своего рода поднятие и культуры, и такого творчества в нашем городе. Это же не одноразовое мероприятие. Нет, конечно, да. Я думаю, что театр наш будет, и желаю, чтобы у театра была долгая жизнь, и мы с вами все вместе находимся сейчас практически, ну не практически, а у истоков создания народного театра. А дальше всё будет зависеть от нас самих, зависеть от тех людей, кто будет в этом участвовать, это поддерживать, и хотелось бы, чтобы жизнь народного театра, она была очень долгой, творческой, насыщенной, красивой. Я хочу ответить на вопрос, который вы задавали, Вячеслав Васильевич. Ведь придумал эту историю, это абсолютно точно, это Олег Николаевич Кожемяков. Это он, будучи на спектакле и в антракте, в театре Горького, говорит, а что, если мы создадим и вернём народные театры в Край? Поскольку это моя профессия, я говорю, ну да, я за. Вот это будет сейчас первый монок создания последующих ещё театров. Дальнегорский, Кавалерово, Арсеньево. То есть мы должны долго жить и выполнить вот эту программу, обещанную губернатору края и поддержанную в данном случае Олегу Николаевичу Кожемякову. Поэтому на нас, на городе Артёме, лежит особая ответственность. Ну вы первое. Просто не первое, да, чтобы потом этот опыт на другие муниципалитеты, на другие города, он уже проецировался как положительный. Да. Поскольку мы с вами, у нас есть своё, мы поднимаем всегда нашинскую чарку, как два непьющих человека, вы вот так её, помните? Да. Мы так открываем и так продолжаем это движение в надежде на то, нет сомнений, что мы потом вот так сделаем. Премьера первого спектакля, как мы знаем, состоится в мае. Суть, содержание, интрига держатся в секрете. И каким бы ни получился спектакль, талантливым или даже гениальным, сейчас уже ясно, что народный театр – это воплощение амбиций творческих личностей, как среди обычных жителей Артёма, так и среди народных артистов России и социально ответственных чиновников. Александр Наточев, Денис Наддельный, Светлана Норик. Городские новости, телеканал «Лента». Продолжение следует...